Привет! Привет! Здравствуйте! Это опять новое видео! Всем привет! Меня зовут Алина, и если мы с вами не знакомы, то очень приятно познакомиться. Съемку этого видеоролика я начала абсолютно спонтанно на полпути к созданию изделий, которые я сейчас сделаю на видеоролике, что даже записала без моего вступительного слова. В этом видеоролике я вяжу две игрушки под заказ. Заказчик сам, выбрав игрушки, даже предоставил мне схему, что, собственно, мне облегчило задачу. Стой! Перед началом видеоролика я хочу попросить тебя подписаться на этот канал, поставить лайк и написать какой-нибудь приятный комментарий, ведь мы идем к одной тысяче, и осталось совсем чуточку. Весь процесс вы можете наблюдать на своих экранах, комментировать тут особо нечего. О чем я хочу сегодня с вами поговорить? Наверное, о работе. В общем-то, в августе этого года я увидела объявление, что требуется сушист. На минуточку я уже была в поисках работы и перебирала себе вакансии. Я увидела, что требуется сушист. Это был самый вкусный и, как по мне, лучший суши-бар у нас в городе. Я была подписана на них в инстаграм. И там как раз сделали пост о поиске нового сотрудника. За спрос не бьют, подумала я, и решила им написать. Через пару минут мне ответили и написали все требования этой работы и то, что мне нужно будет принести на работу. Как, к примеру, сменная одежда, сменная обувь, ручка с блокнотом, чтобы записывать для себя рецепты. Потому что, естественно, там сколько их там сушь, все за раз не выучишь. Написали о графике работы и зарплаты. График, чтобы вы понимали, с понедельника по четверг ты работаешь 10 часов. С пятницы по воскресенье ты работаешь 11 часов. Сразу опережаю все ваши вопросы. Да, это очень тяжелая и ответственная работа. Прям максимально ответственная. Особенно, когда ты на ногах по 10-11 часов. Это вообще, это трэш. Чтобы не отклоняться от темы, я буду идти по хронологическим событиям. Опыта работы с сушистом у меня не было, так как я не работала ни в одной сфере общепита. Единственное место работы офлайн, это был ассистент стоматолога и аниматор. Благо, что этот сушибар и люди, которые там работают, они обучали, что мне облегчило жизнь. И они смогли меня спокойно взять на работу. На следующий день, после переписки в инстаграме, мне просто сказали, подойдите в этот, в это место, я не буду называть. Просто подойдите в этот сушибар, короче. Так вот, и на следующий день я вышла первый раз на стажировку. Этот первый день был просто ужасным. В плане того, что я была все 10 часов. Обычно стажеры уходят немножечко раньше, может полдня они посидят, уйдут. Я все стажировочные дни, была полный график, как по мне, так и должно быть, чтобы я ощутила всю прелесть этой работы и понимала, хочу ли я дальше работать или не хочу. В этот день, мой первый день стажировки, касса составляла около 22 тысяч. Это много. И я попала, это был вторник, насколько я помню. Ну, день был бешеный для меня первый. Коллектив мне показался очень милым и открытым, что так и есть. Коллектива мне действительно очень сильно повезло. У меня был день рождения, 15 октября. И они мне даже подарили орхидею. Было так приятно и неожиданно, просто лапочки. После стажировки она проходила 5 дней. Но вообще стажировка проходится 3 дня. А почему 5 дней? Потому что сказать я вам не могу, а сама-то я знаю причину. Вы не думайте, что я там какая-то кривая, косая шоу роллы, не научилась крутить. Нет, просто вот такое вот у нас интересное начальство было. Ну, в общем, это тайно покрытое мраком. 5 дней так 5, фиг с ним. Когда я уже первый раз вышла на работу, как сейчас помню, что первый рабочий день, рабочий, не стажировочный, а действительно рабочий, у меня был 1 сентября. К первому сентября мы тоже подготавливали, сделали все заготовки, потому что знаю, что это как-никак праздник. Мамочек, деток будет очень много. И вот поэтому в этот день была запара. Не помню, какая касса вышла тогда, потому что это было 2 месяца назад. Я не помню. Но помню, в тот день была запара. Сейчас очень важная информация касательно моей работы. У нас на смене работает только 2 человека. Вы представляете, 2 человека на весь суши-бар. В наши обязанности 2 сушистов входят. Один заказы обслушивает клиентов, принимает заказы, отдает заказы, принимает всю закупку, платит за эту закупку, ну и параллельно крутит суши. У нас есть еще и второй сушист. И этот второй сушист, он крутит роллы, иногда может подменять первого человека, который заказы и параллельно суши крутит. Работа у нас очень тяжелая, с учетом того, что всего лишь 2 человека, и требует порой чего-то просто нереального. Спустя какое-то время, я работала с одной девочкой, и она уволилась. На ее место пришла другая. Она работала раньше в этом суши-баре. Сейчас обратно вернулась к нам работать. Мы с ней сработались. Просто классно. 10 из 10 все супер. Мне очень нравится с ней работать. Мы еще рядышком живем. Поздно возвращаемся домой. Где-то к 10 мы дома только. К 10 вечера я имею ввиду. Поэтому нам не страшно вдвоем ездить домой. Так вот к чему это я. О том, что на смене 2 человека, и потом поменялась девочка. Что-то новая девочка не хотела быть за кассой. И все дружно приняли решение поставить за кассу меня. Я была не против, потому что я не понимала суть этой работы за кассой, не понимала всей ответственности и сложности. Но я согласилась выручить эту девочку. Помимо того, что я стою за кассой, я еще и должна крутить суши. Это очень тяжело. И обслуживать клиентов, и сушить суши, и крутить суши, ну и все остальное по мелочи. В любом случае, нам всем тяжело на этой работе, и каждый выполняет свои обязанности на отлично. И вот спустя 2,5 месяца работы меня поставили на кассу. Очень волнительно было в первые дни принимать заказы, давать заказы, как-то контактировать с людьми. Я, чтобы вы поднимали максимальный интроверт, мне лишь бы дай дома посидеть, и никуда не идти. А тут я должна была контактировать с людьми. Еще и по телефону. Телефон это вообще отдельное. Сейчас, минутку. Морд успокоится, а то орет, как курица бешеная. Так вот, по поводу телефона. Я вообще не знаю. Я не беру телефон, когда звонит незнакомый номер. Я очень стесняюсь кому-то позвонить. Казалось бы, мне 19 лет, а я стесняюсь кому-то позвонить. И тут вызывать такси, общаться с клиентами по телефону. Для меня это было нам очень волнительно. Иногда я задаюсь вопросом, как доверили 19-летнему подростку стоять за кассой и работать с деньгами. Камон! У нас на смене, у меня есть коллега, ему тоже 19 лет. Камон! Вся окей подержится на двух 19-летних подростков. Вы себе понимаете этот уровень доверия? Ну, будь бы я бизнесменом, я бы вряд ли поставила 19-летних подростков вместе в смену, так еще и за кассу и настолько ответственную работу. под конец дня становится напряженно, вот прям максимально напряженно, с учетом того, что у меня еще голова вареная. Вы представляете, 10-11 часов на ногах простоять. Так еще и нужно потом пересчитать всю кассу, чтобы все сошлось, высчитать зарплату, расходы за сегодняшний день, к примеру, закупку продуктов. Иногда закупку продуктов делаем мы, а не начальство. И это вечером надо все пересчитать, когда голова просто уже закипает. И внутри постоянное чувство страха, что придется доплатить свои деньги в тысячах. Камон! У меня вообще не такая зарплата, чтобы платить в тысячах. Действительно, работаю за копейки. За копеечные копейки. И если касса не сойдется, то придется же доплачивать. Но благо я внимательная в этом вопросе, и таких ситуаций еще не происходило. Слава богу, что такого не происходило. На самом деле, очень много приколов встречается на работе. Что люди, что начальство, что какие-то мелкие моменты, что таксисты, особенно клиенты. Мне кажется, что такие трэш-истории с неадекватными людьми и таксистами, не должно выйти в отдельном видеоролике. Потому что за три месяца работы у меня уже такой вот есть маленький багаж с тележечкой с этих историй. Кстати, досмотрите видеоролик, пожалуйста, до конца. Весь в конце будет что-то максимально неожиданное и очень-очень милое. Недавно у нас на работе было собрание. Я очень сильно переживала. Думала, что меня будут за что-то ругать. Я максимально чуткая, нежная. Ну, вообще, девочка-девочка. Если меня накричать, я уже все. Я уже буду в слезах. Я уже буду, ну, бледной. Кстати, парадокс. На меня, когда орут, я, ну, или какая-то экстренная такая ситуация, многие кто краснеют, а я просто, я становлюсь бледной. Я со стенкой сливаюсь. Так вот, я думала, что на меня будут кричать, что мне какое-то будут замечание делать. Я уже мысленно скандали, я уже мысленно увольняюсь, как бы. Я уже плачу тоже, тоже мысленно. А на собрании все прошло вообще отлично. Никто ни на кого не кричал. Все прошло, благо, все нормально. Слава Богу. Единственное замечание, которое мне сделали, это то, что я не... Морд! Господи, неугомонная. Понимаете, неугомонная. Единственное замечание, которое мне сделали, это то, что я не улыбаюсь клиентам. Ну, видимо, мой покер-фейс не всем нравится, если они действительно жалуются на вот это. Я вам серьезно скажу, люди бывают конченые. Если вы думаете, что вы нормальные, и думаете, что и все окружающие нормальные, но это же не так. Люди действительно конченые. Их очень много. Я как начала работать в сфере общепития, я просто... Ну, каждый день какой-то прикол новый. Каждый день что-то неожиданное. Я не знаю, как этого Морта уговорить, они просто... Я дико извиняюсь на фоне птиц. Очень дико извиняюсь. А еще частое явление на работе это проверка от начальства. Сразу понятно, что тебя проверяют. Вот я вам серьезно говорю, это сразу понятно. задают такие вопросы, которые... Мор, ты меня уже бесишь. Так вот, задают такие вопросы, которые обычные люди, обычные клиенты не задают. потому... потому что это их не интересует. И у нас было много проверок, и меня проверяли. Сто процентов меня проверяли. Хозяин даже немножечко спалился в разговоре, что была проверка, и знает, как я с клиентами общаюсь. Еще на работе висят очень много камер, и чувствую себя как в тюрьме, потому что везде ты под прицелом. А, еще, кстати, знаете, что самое обидное на работе, как по мне, это то, что у нас нет никаких привилегий на суши. Я обожаю суши. Я готова душу за суши продать. Себе не представляете, как я их люблю. Но мы крутим все по такой же цене, что и обычные люди. Понимаете, в эту цену вложена работа сушистого. И какие-то еще мелкие там расходы. Ну, не считая продуктов, я имею в виду. А за эту цену мы все равно себе покупаем суши. Да, можно иногда где-то как-то схитрить, но это вообще не получится. Потому что везде висят камеры. Ну, в общем, чтобы вы понимали, I don't funny funny в этом плане. Ну, фиг с ним. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 До конца! Я надеюсь, вы поставили лайк или подписались на мой канал. Чуть-чуть-чуть у нас будет тысяча. Спасибо вам большое! Все, всем пока! Муа! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!